Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мне пора уходить в себя Девушки отдыхают Сегодня мне сообщили, что через стену в той хрящевке, где я похоронил больше половины лет своей жизни и больше не живу, повесился сосед. Но почему так ущипнуло сердце, не пойму, будто отломили кусочек корки хлеба и ломать упал в рюмку, расплескав на стол содержимое. Ведь не впервые. Я будто забыл, кто и сколько лет напрямую контактирую со смертью, как черст и хладнокроен. Что с соседом-то не то? Тот же подвешенный под потолком балласт с вытраченными, как у голубей глаза, цветом засахаренной жимолости. Или пойму, но не могу принять как должное. Ведь этот сосед часть моего творчества, часть поэзии, образов Отечества, да элементарная часть истории засанного панихидно тусклого освещенного подъезда. Кто и? И почему вся горечь отбывания на тот свет обычных людей, в которых души больше, чем раздутых, от пафоса блюдей с приоритетами в виде количества огнилых сердец под постом, тьфу, блядь, дешевки помойные, пропускаю через себя? Я засаренный блокнот кладбищенского сторожа или записная книжка пенсионера, в которой с годами вычеркиваются умершие люди. Какое мне дело до соседа снизу, заживо сгоревшего в реабилитационном центре в первый же день пребывания? Какое нахер дело до Раисы Ивановны, который с гроба уже не назовет завидным кавалером? Какое дело до Бориса, который уже молчит, да же не смотря вслед о ямочках на щеках и блестящих глазах? Мы сгнили. С ними и чувства. Мертвые тут ни при чем. Отгнило все, потому что было залито слезами. Сначала приела, а потом начала гнить. Так и ходят угрюма, кто жив на тучин. Фонят горем и плесенью. Все глупо, да тошноты. Как хвостовство бортом. И лярвы с постами за умных цитат на фото в полоборота. Пьяный, беззубый сантехник, похоронивший всю семью и переживший два инфаркта копчик могил. Однорукая промоутер в кокошнике с буклетами булочной. Это и есть творчество. Это и есть покрытый пеленой скорбь в отражении наших глаз. Это и есть вашу мать жизни и люди, что нас окружают. Со всей своей болью и горечью через иссохшие черты лица еще живых, но уже покойных душ, мечтающих о мельчайшем счастье. День второй. Гримасы. Как однажды сказала мать, что о смерти ты знаешь все, вот только о жизни, ни черта. Так вот о жизни. Последние несколько лет стал пристально вглядываться в лица спящих людей. В еще живые, но уже покрытие пеленой взгляды. В морщины сидящего напротив старика или синяки под глазами молодой, едущей с учебы девушки. Плотно спрятавшие лицевые комплексы под слой штукатурки, типа торчащих из сумок тетрадей выдает. И это не фетиш и не маниакальные склонности. Вглядываясь в лица и восковые морщины мертвых, видно лишь дно деревенского колодца. С плавающими в нем березовыми серьгами. И запах отнившей древесины. По итогу кто на кого еще смотрит. Этот мрак хихикая в затылок и приплясывает. Хоть не оборачивайся вообще. Так вот может глаза и лобные морщины раздят самые, что не на есть бурлящие, как дрожжи в школьном сортере жизни. Еще искренние улыбки, бескорбных нот окалочности и меркантильности напоминают о том, что ты еще жив. Лопнувшие капилляры на глазах, похожие на голые веты деревьев, отчерчивают циркулем на белках родовое древо. И не кладите на эти еще живые глаза монеты, ведь они при рождении уже отпеты. Обшайте гробовым ситцем диваны, на которых распались семьи, и забудьте лица тех, кто предал. Висите мавалами на мраморных плитах. Не забывайте живые улыбки на немертвых, они были последними. И улыбнитесь вы на этих поганых семейных фото за столом на фоне ковра, сделанных из-под палки. Через пять лет количество лиц кадры поредеет. Кстати, улыбку без зубов не восстановят брекеты. Хочется видеть эти же живые черты лица в отражении зеркала утром. Но все чаще лежишь на полу с дырявой грудью, нанося на бумагу рубцы, в виде образов, шрифтов, текстов, вставая посреди комнаты и костеней, как мрачный памятник. Вглядываясь в свою душу, погружаясь в панихидный астрал, светлых и помойных гельмаз. День третий. Уминальная тамада. Как же тут без шутовства, когда речь идет о онкологии, смерти, поликлиниках, где, блядь, до сих пор номерки в гардеробах вырезают из линолеума. Хосписов, на входе в которых висят елочки, как в жигулях. Со стойким запахом мочи, катившись в люльке по скользким пандусам в подземных переходах инвалидам. Про живой уголок, говоря, из без сторожа на кладбище. И то, что у ритуального работника всегда есть штук чая. О том, что у покойницы грудь, как наливные яблонки. Эх, сейчас бы покую ракаться, да и дама, бляжи, безотказная, видная невеста. Весело, не правда ли? Вот и я о том же. Приложить безногому в бушлаке на самопальном скейте на деньги сыграть в лесенку на приседание. А меня тебя беззубой. Сказать родственникам умершего до свидания. Просто, блядь, умора. Слушать юмор FM и шел шепелявых на стульях прощального зала, ожидая покойника с области. Увезите меня на дипхаус. На корточках напевает под нос коллега, счищая совком глину с лопаты. Эту вашу мать траурное кривое зеркало. Кстати, проведу ваши поминки. Девочки, записываемся на поминочки. Послать воздушный поцелуй девушкам на скамейке, проезжая на катафалке со двора. Просто не стареющая классика. Вот затыльник от бабушки, что в квартире после визита снова разит ладанами с кисшими пионами. Хочет опуститься в пляс. Или в рвоту. Пробегая мимо этажа, где с обратной стороны табуретка в дверь долбит душевно больная соседка. А вообще, вас подзывали рассказать стишок с столу в детстве? Меня подзывали. Забывая, пряча глаза под воротник с запинками, читал исковерк на стихах Агнии Барто. Вот только спустя несколько лет узнаю. Стол-то был поминальным. Вот вы говорите невыносим. Вы поднимаете ящики с цокольного в морге вчетвером, не экономьте на кадрах. Сорвете ведь спину. А еще на вторые сегодня ехать. К вечеру еще и дождь передаю. Я в жизни еще извее, чем в тексте. Соскребая-то корочку с садинами, насвистывая черные глаза на отпевании. У моего поколения с рождения не все дома. Но по тротуарам вдоль него разбросаны шеренги гвоздики. Сгустки крови дворового алкаша-туберкулезника расплеваны по всей детской площадке. А детвора Палкерин ковыряют харчки, смешиваясь с песком и жвачкой. Доводя до состояния абрикосового киселя. Эх, умельцы, сколотите макентошки на вырост. Вы извините, бюро работает только на вынос. Выбегая с подъезда за хлебом, пробираясь словно по джунгам через пластиковые венки и слезы. Да черт с этими венками. Вот только взгляните, какой на фоне закат. День 4. С чего начинается Родина. Для шибкоумных и любителей дискуссий, все, что будет услышано далее, не является очернением Российской Федерации. И лишь отчасти относится к вопросам политики и государственности. Все сказанное и помеченное является реальной картиной современной метафизической России с использованием художественных образов. Запомните, если вы этого не видите, то не значит, что этого нет. Чрезмерно позитивный взгляд и наплевательское отношение к морально-этическим нормам порождают тотальную безнравственность. Однажды было сказано, что любить Родину не березки целовать. Но любовь к Родине в какой-то мере больная. Читать стихи на лавочке лебедю из покрышки и восхищаться взлетающим со свалки вороньем. Стекающий пот ранним утром с мараморных плит, разрезающий портреты на части. Единственное фото на фоне ковра неполной семьей. С улыбкой сквозь гнилые зубы цвета рубероида. Хоть и больная, но она есть. Набыжные старухи, сгорбившиеся, как поминальные свечи, долбящие показушно полбу с крещенными пальцами. Мимо каждой проходящей собаки вдоль церкви. И тут нет нотрусофобии. Им не совершенно не мешают дворовые дурачки, которые дрыгаются в стиле тектоник. Или разговаривают сами с собой, приставаясь с идиотскими поговорками. Черное небо, как зубной пупит, на которое уже седьмой год всем плевать. Город также остается накрытый скорбным саваном, который оседает пепелищем на кончиках волос. «Критикуешь – предлагай», – твердил товарищ Коба. Так вот, я – лишь хореограф похорон, а не политический деятель, у которого в ответственности благосостояние населения и моральный фон страны. Я привык на расстоянии лишь портить. А так называемые политические деятели, которые должны принимать решения по улучшению нравственного фона и благосостоянию населения, ширкают в планшетах и спят на собраниях Государственной Думы. Население накормят блинами с лопатой на масленице. «Перекусили и будем. Нырнем в прорубь, зальем в рожек к оборам и считая грехи отмолены. Мы улыбнемся заспанными глазами дворовому псу и дынемся дальше, ловя ресницами черные снежинки, под пьяные скандалы и шум бьющейся кухонной посуды из окон. Ирюф младенцев». Так с чего же начинается Родина? Не с роддома, нет. Родина начинается с себя, с чести, достоинства. Отшоркать от и до конечной. Прекрасно понимая, что происходит вокруг. Но достойные помощники принять все тяготы, не только свои, но и ближнего. А не блядские граффити-фестивали с предлогом поднять культуру. Где бы ни находился, в душе случат дворовые алкаши костями в беседке. И те же старухи у гастронома продают дачные астри и гладиолусы. Те же хамские продавщицы на кассах. Но я не расстраиваюсь и протягиваю визитку. Помоги ближнему своему и глядишь на один репост в ВКонтакте, что ты умер, будет больше. Дрем. Страна давится блинами с лопатой. Как написать хоть строку, когда иссяк и заткнулся. Но и не писать нет тяжелее муки. Я перед закрытием крышки гроба подмигну. И распахнутся дирижеры могильные руки. Как странно. Мне ничего не надо. Ни слез, ни мук, ни радости, объятий. Я словно мотылек в плафоне палисадника. Через саун, взглянув на сварку, спятил. Ни на кого не равняюсь. Рожей пробороздил на земле колею. Втопчу душу ногами. Не впервой. Зависит чаще запоминальные столы. Ведь я как птичка певчая пою. Сгорбился без сна в кречетую тетрадь. Там за краями полей тишина искорежет зубов. И только молча, смотря вверх, я вижу виски, свежий холм, гвоздик, шеренгу, старый дом. И только через дрем меня разбудит тусклый смех. Отсчитав четыре строки назад, займусь самоповтором. Я визгом сыт, скитаясь по рифмам, словно по крокодиловым притонам. Это подъезд на скандальный ноктюрн. И протекающий кран с ритмом печатной машинки. Предательски удушит горечи полумрачный дрем. Рассыпет по лицу черные снежинки. Наплевал на себя, я сижу довольный. Нет сил даже выразиться матом. Как дезертир, убегав от себя, провинился в чем только мог. Проплыв одиночным пикетом по погорствам с мотивирующим плакатом. Я словно хмурый силуэт на свалке душ. И в керамику на надгробиях в аккурат вписываются лица. Но имей в виду безразличное горе урать. Счастье можно сладко удавиться. Есть термин принадлежности людей друг к другу. Но я же стал его антонимом, как кисель в одеколоне. Вкопав банку с цветами, развернусь. Смахнув пот с бровей. Вы только взгляните, какой закат на фоне. Пока прощаются с лакированной байдаркой, Мне девочка вложит конфету в руку. Но вскоре осень обглодает кости. И лев небес прогонит вон супругу. И бытвие супруги. В панихидном дреме на меня смотрят портреты со стен. Лишь молчу, топчу себя в грязи и потею. В центре квартиры застыл, как крест с галстуком в зубах. Ищу себя в отражении наполненной ванной. Но как детство потерял. Махнув на всех до пара скрабящих рях, От злости позельнел, словно мух. Я не грубил и не скандалил. Выразился как надо и заглох. Шнурок капюшона, протягивая с помощью булавки, Не смогу уснуть. И под глаза ляжет жимов из куста. Надломится чья-то судьба в галком лопатке. Зашев на сон грядущий, траурный устал. День пятый. А малина там вкусная. Одним знойно жарким летом, лет пять назад, Мы с коллегами отправились в торговый центр снимать видео в тикток. Шучу. Были классические похороны в одной из областных деревушек. Деревенские похороны обладают грандиозной метафизической атмосферой. Поэтому вся бригада данный процесс рассматривала, Как выехать на природу, отдохнуть с мангалом и удочкой. Забрали покойного из городского морга и отправились в Сильпо на адрес. Деревенские процессы, придача тела к земле, По баталиям порой напоминают свадьбу или президентские выборы. Адресом дороги ошибиться на раз-два, проехав поворот. 50 километров от города в сопровождении кортежей за родственников. И мы уже в костюмах цвета рубероида на плечах жонглируем ящиком, Спокойным от сердечного приступа деда. На улице знойное бегло, плюс 25, и у нас уже начинает мутнеть в глазах. Кружится голова, и под черными брюками отсыревают трусы. Дед, предположим, по имени Тимофей, уже в ящике стоит на табуретках, Как на шезлонге, и нежится под палящим солнцем. Вокруг ящика хорооту, отпев местным религиозным хип-хопом, Когильная дымка с мерчем пролетает над головами скорбящих. Досада, пены, слезы, пьянь в сторонке в ожидании приглашения за стол, А прокинуть за шиворот, как-никак повод. А в деревнях повода два, свадьба и похороны. Никому неизвестные родственники и просто зеваки в виде шпаны за забором. Ну и мы, тучные, измотанные пеклом, черные метки в сельпу, Попрятались в теневые уголки от дома и отказываемся каждые десять минут пригубить. Но с каждым разом стержень стачивается, И от невыносимого зноя хочется добить себя в чернозем, Выпив на брудершафт пластиковый стаканчик разбавленного спирта с местными алкашами, Расплесными фалангами пальцев и закусить ранетками. Кстати, сорт воспитанницы, я поинтересовался в перерыве, И щавелим с огорода, но стоп, нельзя, еще нести, закапывать, ехать. Я же сижу возле полисадника, облокотившись на крышку грубо, И черкаю какие-то рифмы, складывая в цельные столбцы, как в Петрисе. Вот падает солба на бумагу, и начинаю гноиться прямо в текст. Приближаясь, шоркает, подкурив сигарету, Иван с насмешкой, Со словами, ну на этот раз, что написал или накалякал, Я, как всегда, отстранившись, выкидываю следующие строки, С лицом, будто толкая анекдот на поминках, С важной физиономией и поднятой подбородком. В каком-то году меня выстрелили на табуретках попрощаться у подъезда, И я в тот миг прикинулся поэтам, или же поэт прикинулся мной. По бритому черепу не прыгают в ши, И не ласкают лоб покойника, обветренной губой. Нам врагов не нужно, мы страна самостоятельная, разнесем себя сами. Я вас всех в гробу видал, заявляя по факту, Играясь с ноздревыми дедовскими лосами. Иван сделал глубокую тяжку, Качнул с недоумением головой в сторону гроба, Улыбнулся и тут же взглоснул. Махнул рукой и промолвил, Ну тебя нахер, и ушел к родственникам решать какой-то вопрос. Предположим, Тимофей лежал уже второй час над палящим солнцем. Все оплочено и все оплакано. И мы начали понимать, Что тело плавно начинает растекаться и сползать в грим с лица, Как гудки с проститутки, Словно мироточащие иконы. На лицо и руки садятся навозные мухи. В общем, до Нового года далековато, Холодец уже готов. Нужно подходить к родственникам и намекать, Что нужно сворачивать дискотеку и закрывать крышку. Иначе покойные, Может сильно видоизмениться. А на кладбище перед подготовкой могилы, На 10-15 минут нужно выставлять гроб еще раз. Но выставлять такими темпами будет уже некого. Пока коллеги решали вопрос, Я так и остался лениво сидеть возле полисадника бок о бок с крышкой гроба. И делал какие-то заметки. Накидывал шрифты, Плавно улавливал по ветру запах сладкопахнущей смерти, В перемешку с сиренью и липой. Державшись одной рукой за крышку, Ожидая вскочить, закрывать гроб. Но подскочив, Дернулся в сторону забора, На который облокотили венки. Увидел кусты ягоды, Смородины и малины. Шибко после смертного мосфрада аппетита разгулялся. Начал жадно рвать крупные грозди малины, Словно голодный беспризорник. Вкусно, как никогда. То ли хозяин при жизни уделял внимание удобрениям, То ли я сам лежу второй час в этом же гробу. И в меня пичкают этой же ягодой, Кто бы знал. Зачем я вам все это рассказываю, Пока не понял. Но вы только представьте, Какая там была вкусная малина. День шестой. Небесная телеграмма. Мне 12 лет. Большую часть времени провожу на улице. Прихожу весь грязный и сырой. Пинаем алкашей во дворе, Рвем когти, залезая на местные гаражи. Зная, что у колдыри кишка тонка забраться выше, А стоять ждать, пока спрыгнем холодно. Падаю во вражек, Поднимаясь с распоротой рукой, Смеясь, будто упал в плоды дички. Она растолклась по руке и превратилась в варенье. По просьбе слегка шизанутой, Престарелой соседке по дому, Закапываясь за полтинник, Умершую кошку в лесу. Такой вот детский стартап по шерстяным ритуальным услугам. Превратить местный лес в кладбище домашних животных. Все это ересь. И глубоко теплые, Одновременно мрачные воспоминания детства, Сопровождающиеся криками бытовых скандалов во дворе, Практически с каждого второго окна. Мое окно ничем не отличалось. Винки возле подъезда по выходу в магазин за хлебом. Или распинывание хвойных веток по всему двору. Гвоздики раскиданы по маршруту. Будто игра в панихидные казаки-разбойники, где нет выигравшей стороны. Так вот о чем это я? А помните ли вы, как познакомились с первой смертью? Нет, не со своей и во сне. И что такое неясное, обозначившее себя перед лицом? Вы вспомните, вспомните, когда узрели еще в детском возрасте Своими глазами впервой, От лежачей, как фотомодель бабушки в гробу, С откровенной помадой на губах и самых дорогих серьгах, До повесившегося, спившегося отца на кухне. Подурачились и будем. Стоял морозный день, с туманом цвета мрачного наркоза, И с какой-то детской грустью и тоской, Когда на улице промозгло, а дома тошно. Так и скитаешься по лесу мимо сутулых берез шатуном, Или вдоль частных, дымящих домов и пивнушек. Гладишь дворняг в репейнике? Я ведь такая же дворняга. Остановились, встретив одного школьного товарища возле тучной петины, Смеясь над какой-то ерундой, Щелкая промерзшими руками отсревшие семечки, Что завалились в рваных карманах. На улице стояла колобельная тишина, И параллельная на штуку истерический смех, Что эхом громыхал на весь двор. Как в один миг прервал его факт падения Намерзал асфальт старушки, стоявшей в 20 метрах от нас. Падения можно было сравнить с глухим ударом ухобойки, То ли кормившая голубей, То ли просто дышащую воздухом. Синхронно головы повернулись и взгляды застыли. Образовалась судебная атмосфера, Разбавленная визгом и ранья. Вроде и страха нет. А с места двинуться нет ночи. Пролетать в вечность в виде трехминутного умолчания, Только потом, Медленный и осторожный шаг в сторону упавшей на землю души. Подойдя, теоретически я понимал, как проверить, есть ли пульс. Но будто на глаз установил причину, что человек мертв. Отчиняя на глазах, и на морозе превращается в восковую фигуру. Пикаем руками столуху, словно палками мертвую кожу. Прекрасно понимаем, что это все бесполезно. Спустя еще пять минут, Мимо мчится женщина с кучей пакетов, Которая уже вызывает со своего мобильного телефона Скору и правоохранительные органы. Вероятно, увидев лежачий мешок в пальто на асфальте издалека. Мы же с таким недоумением и незаконченной темой Крепко жмем друг другу руки и расходимся по разным сторонам. Будто наемные киллеры, что сами расправились со старухой. Начинает темнеть. Я тихо, шорко и оболоневыми штанами, Направляясь в сторону дома, Оглядываясь. Будто бабушка пролетется за мной. Одну что-то бубню и фантазирую, Смотря на мрачные силуэты веток с восемьми елей. Вот и моя, пропитанная горем хрущевка И горячий на пятом этаже свет. Я плетуюсь по крутым ступенькам ввысь Вдоль кривой побелки на стенах И силы покидают меня От осознания, что я в любой момент Могу ухнуть фризономию в пол И так же замолкнуть. Мне 12 лет. Сегодня я увидел смерть. Или смерть увидела меня. День седьмой на нервной почве Жизнь, вне зависимости от деятельности, Отхаркивает мокротой рефлексию На те или иные обстоятельства. От выявления онкологии у матери До рождения сына у близкого товарища. От приобретения домашнего питомца До предательства родного человека. Все эти, от малого до великого моменты, Так или иначе будут оказывать воздействие На психологическое состояние Душевное равновесие человека. Просто ли лавировать между этими вещами? Нет. Речь ведем о здравом рассудке. С отсутствием употребления пагубных заменителей Без того скудной и тонной жизни Медицинской помощи. В ход вступает конфликт Между самобичеванием и самодисциплиной. Иногда эти вещи сливаются Бензольной лужей в одно понятие И трансформируют человека в один нервный срыв. В одно желание быть зарытым В нервную почву на глубину два метра. Ведь там не дергают и тишина, верно? Дергают. Да еще как. Сточные воды шурушат над головой Бурча, подобно степные шаманы. Черви скрипут по боковушкам гроба, Нашептывая. Почему свежезаселившийся не проставился Перед голубым огоньком усопших. Какой бы ни был занят деятельностью, Справляться с рефлексией Так и не научился на должном уровне. Я перестал понимать, Когда чувствую себя хорошо, Когда скудно. Все сравнялось под одну опавшую С засаленной головы неряхи перхоть. Настроение у любого праздника Ничем не отличается от панихидного процесса. Все застолья тянут вдрем. Вся смерть, как поход в магазин За хозяйственным малом. Все душно, алчно и скучно. Именно по этой причине, Как плесень по хлебу, Отлично развиваются заболевания Смертности от сердечных недугов. Русскому человеку свойственно переживать. И что не скажешь с точностью, Хорошая ли это черта. Процесс суицидальный и утопичный. Плюс моральный облик государственного Строица или направлено чапалахами Вгоняет без того угрюмый народ в педлю. Сейчас возле соседнего подъезда На лавочке прокудахтает Выросшая на родительских храчах Молодежь, которой ни хера не нужно. Кроме нового цифрового носителя И наряда подороже. Листая ленту инстаграма Или тиктокерских Или пилиптичных дрыгалок О том, что нужно абстрагироваться И каждой своего счастья зодчий. Да что там, молодежь. Даже человек преклонного возраста С совковой наивностью, смотря в ящик, Даже не пытается снять с ушей спагетти. Параллельно откладываясь пенсии на похорон. Тьфу, блять. Абстрагирование после визита В детский онкоцентр Или может включить аншлаг в стенах хосписа. Пусть еле живые с помойной баландой На тумбочке абстрагируются От предстоящей вот-вот могилы. Общество ссаных абстракционистов. Не то чтобы в искусстве, Но и политики других сферах Смотрят в противоположные От реальных проблем стороны. Я вдоволь надошелся мрачным ладаном. И захоркал круженные скатерти Тех застольев, что мне были неприятные. Состояние всплывшего на кощение утопленника. Эта желчь бродит во мне И с каждой новой строкой Булавка в горловине застревает И щелтопсичный, превращая меня В мрачного нигилиста. Паскуда в черном, мой гострайтер. Она же няня, что укачает Сосновые люльки до пены изо рта. Как дворовые карусели Скрипят зубы от злости. Скрипят стулья вдов При оглашении поминального тоста. Я всю вашу скорбь пропустил через себя. Надрывает и стонет поганая лярва коростой. Я не психою, мама. Мне снятся глаза, тускнеем протипи, От которых ломит десна. Пьяный, разодрав лицо об асфальт. Вспомню, как в детстве хохотал С дедовского анекдота на поминках. И хотелось бы на этом поставить точку. Снежная туча разрядит спину обойму. И я снова замолкну. Но замолкну уже навечно В нервной почве. День восьмой. Вдовы. Бордовой плесенью треснули белки. Ресницы усопшего измазаны в воске. А я, как будто давно умер, У близких на глазах, Слизывая глину с колес труповозки. И тут же, вечерами родительского дня, Скитаясь по погостам, Опустошая рюнки. Таков дневник усопшего при жизни. Пусть поперхнутся вдовы, Что зарыли плод деревянной люльки. Все женщины с пустыми ведрами пропущены вперед. В правом крайнем, как требуется, Очерчена полоска. Снимите порчу восковыми заговорами. Говорите, не справляетесь, Зато справится труполоска. Суеверный, возвратившись, Глянет на себя в зеркало. Дернется напротив псих с позолоченным оскалом. Передан рукопожатием черная метка. Ползет без ног сатирик драме По скупым гранитным скалам. Кто-то от удивления на фото рот откроет. Но этим фото будет посмертное на полароид. Зачахли обезвоженные памятники в голубинном помете. Расклещены на трассе гонщики свадебным фужером. Как ароматно пахнут чесночные головы на груди. Стекают капли слез по стеклам, Словно гной по жерлам. Ёрзаем червями в трупах, Будто сапрофиты в сахаре. Зачахли в ржавой ванне, Как свиньи в солярии. Из никого стал некто, Побывав на своих же поминках с будущими друзьями. И не снести кулаком горб на носу. Пожелтела челюсть, Словно драйны зубы вантусом. Все будут награждены кушеткой в холодильнике И леденящим градусом. Струится в переходах аккордеонная музыка. Привыкли скитаться лунатиками, Подобно воронью на помойках. Трупный сок в бокале не скрасит зонтики соломинка. Волосы, отрёхшисься, С шмётками завьются на раскалённых пойках. Дёргая большим пальцем из рваного носка, Чеканив доль примагистрального кладбища Под звон церковных переплётов. И ничего тут не сбывалось, Чтобы я не загадал. И не будет слышен шёпот шуршавых губ в области носоглоток. Кому посвящены могильные крести на въезде в города? Они траурны, как физиономии кухарок заводских столовых. Поминальные обеды протекают в тех же ресторанах параллельно свадьбам. Пусть поперхаются мрази на простынях в скорбных стонах. Я покидаю, шоркаю туфлями, гнилые автобусы по хмельному свраду. Всё пройдёт. И любовь и горе. Всё пройдёт. Как только вдовы не войдут возложить цветы на могильное поле. Во мне сутками горхочет траурный оркестр. Стоит сесть на прогнившую лавочку, Костлявая протягивает руку на белый танец. Танцуем под пепельным саваном. Да и музыкой траурной буду я. Между сутулых крестов скитаясь. Кисть плавно пляшет в руках тоната практиков. Прошу перед захоронением, не забудьте расчесать. Вдовы, плюнув на мраморные фото, лягут под других. И поэтом станет некой писать. День девятый. Тошнота. Рассуждать о граффити, Как пинать труппшивой псины. Всё пропитано желчью. Большая часть отечественного граффити С позиции продать себя подороже я видал в гробу. Причём в прямом смысле слова. Я не уважаю любого вида художников, фотографов И прочую творческую псевдоэлиту, У которых в приоритете поиск фидбэка во всех его проявлениях, Прикрыв саваном честные, радикальные и творческие порывы. Количество сердец под постом. И приглашения на тошнотворные фестивали, Цель которых продать себя подороже. И проекламировать очередное родо дерьмо шматьё Или лейбл краски. Творческие селебрики, Возомнившие о себе и о величайших художников современности. Продающие холсты в инстаграме и других интернет ресурсах. Желаю вам всего наихудшего. Удавитесь. Визги со слюнями изо рта. Куда ни поверни голову, Позиционируют себя как андерграунд художники. Тьфу блядь. Сейчас я вам ударую и обязательно харкну вам в рожу. Вы готовы продать в инстаграме за деньги Самую честную в жизни вещь, Не замечая, как становитесь творческими проститутками. Оформление возьмите подороже. Нужно ведь сводить подругу в ресторан, А там, глядишь, и краски поднять удастся. Заблестят глазки после получения валюты С очередного оформления. Как венчик на лбу покойника. А почему бы мне не зарабатывать деньги, любимым делом? Своим талантом ничего плохого в этом нет. Так вот, знайте, Я стою в углу порщального зала, Наблюдая, как отпевают отечественные граффити. Шепчу вам о горе. По ночам во снах. Шоркаю туфлями по подъездным ступеням. И стою перед теми же стенами, Что стоите вы, с той же краской. Вот только цели у нас разные. Творчество вгонит нищету, Но оно же и величие духовное. Достойный результат выходит не по времени Реализации работы, А по сроку вынашивания идеи. Пью самогон на Болдуршавц-Костлявой, От свидетельства рождения до микролога. Чувствую, как из меня лезет этот текст, Будто голодная рвота из встаса рожевого. Сегодня я не художник, И уж точно не поэт. Мне быть перевернутой запятой в углу лебуса. Глаза давно не сверкают, Как упавший на хребе трогатра лебуса. Придайте ближнего снова. Вам не привыкать. По чести жить не научились. Хотя бы научитесь умирать. Без уважения, Ваш Егор Траур. Ставьте лайки, Делайте репосты. Это 9 ступеней поднятия ящика с телом сокольного этажа в свет. Девять панихидных дней, Расставляющих кавычки и многоточие по краям строчек. Пусть мчатся года, Как мрачные минуты последних поцелуев, И улыбаются на кафельном полу Угрюмые родственные силуэты. Пусть слезы матерей пригорают молоком на плите, Пусть пропадом провалится сердце. Нам красоваться на белбордах В качестве венков вдоль дорог. Я жив и весел. Пусть живем при крыльных зеркалах, Продажных душах, двойных стандартах. Нас забудут после кончины через 9 дней. Как траурные дни в России. Обратите внимание. Жизнь всех отчертит алым пунктиром. Пусть я останусь тем, кем был. А строки эти станут припевом отпевания. Сколько бы ни было мне отчерчено шоркать брюками Мимо мраморных плит, Или провести полдня у стены с краской. Вскакивать ночью от сбредящих голову строк, Чтобы записать блокнот. Главное не врать себе. Я травок. И это не творческий псевдомин. Это состояние души. Стоп слово. Единственный термин, что гарантирован в каждой, От самой скудной до глянцевой жизни. Отношения к усопшему, Самый точный портрет живых. Но ничего не больно. То есть больно все. И это все? Это все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.